На одной волне с городом. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Как всегда, по пятницам в это время мы стараемся выбирать какие-то более легкие культурные темы, не говорить о политике, о каких-то проблемах экономических. И вот перед тем, как представить наших гостей, дело в том, что проект вот красивой камерной музыки, который звучит как впечатление времен года, мне сразу напомнил анекдот про мальчика, которого шести лет, которого приводят в школу. Его спрашивают, сколько времен года ты знаешь. Он говорит, шесть. Директор там показывает маме, что что-то не так с мальчиком. Говорит, мы вы не приняты. Потом мама говорит, Семочка, что же это было? Говорит, ну, мама, я действительно не знаю времен года, кроме Чайковского, Глазунова, Вивальди, Пьецола, Гайдна и Люсье. А она говорит, а Десятникова. И вот сразу, конечно, вспоминается этот анекдот. Вот впечатление от времен года, что это такое. Вот мы сегодня будем обсуждать, говорить в нашей студии скрипачка Илза Кирсанова. Здравствуйте. Здравствуйте. И флейтистка Лены Денисюк-Страупе. Доброе утро. Доброе утро. Что вот побудило вас этот проект создать, придумать, и что ожидают слушателей на этом концерте? На самом деле нас побудила любовь к музыке. Я как автор этого проекта пригласила Илза на встречу. Это еще было в прошлом году, более чем год назад, даже больше. И мы обсуждали этот наш общий проект. И первая затея была делать концерты и как бы эту драматургию по композициям сделать такую, как будто по запахам лета. Есть у нас тоже такое произведение в нашей программе, необыкновенное, очень красивое, которое написала авторская композиторша Салга Менца. И тогда Илза сказала, я первый комментарий, запахи лета – это всегда хорошо. И тогда, исходя… Всегда актуально. Всегда актуально. И всегда приятно, и это, конечно, на хорошие эмоции ведут человека. И тогда уже, исходя из этой композиции, мы уже думали об импрессионизме, также, может быть, романтической музыке. – Да, мы долго готовили эту программу и долго ждали возможности делиться со слушателями. Это для нас огромная радость, что у нас есть возможность не просто рассказывать про свои идеи, но, наконец-то, делиться с музыкой и со слушателями. И у нас произойдут три концерта. И вот мы всех, во-первых, большое спасибо, что у нас есть возможность пригласить и рассказать про нашу программу, которую мы, как Лена упомянула, делаем в атмосфере лета. И особенно после такого прекрасного лета, которое нам подарила природа в этом году. И да, вот программа вдохновляется вот именно такой позитивной атмосферой, которую мы с радостью будем делиться со слушателями. – Но я понимаю, что есть еще два участника. Это будет только квартет, вот, может быть, два слова о том, кто будет еще принимать участие. – У нас замечательная альтистка Санта Вижена, которая, на самом деле, больше не живет в Латвии, но она только здесь гостит, в связи с тем, что она работает в замечательном, всемирно известном оркестре «Концерт Гебау» в Амстердаме. – Мы очень ей гордимся. – Мы очень гордимся, но это тоже тот человек, которого нас соединяет любовь к музыке, особенно любовь к камерной музыке, это особенный жанр. Ну и четвертый участник нашего ансамбля, тоже великолепный музыкант, Эрикс Киршфелц, виолончелист, который имеет огромнейший опыт в разных оркестрах. Но самое главное я хочу выделить, что он сотрудничал очень много лет вместе с Гедуном Крамером, и он являлся музыкантом Крамерата Балтики. Поэтому он побывал в самых известных концертных залах мира, и у него была эта честь и счастье вместе играть с солистами мирового масштаба. Это, конечно, мы можем тоже, конечно, учиться, это такая цепочка уже видна, что Эрикс как бы учился от Гедуна Крамера, дальше уже мы тоже вдохновляемся друг от друга. Да, нам повезло, мы встретились вообще со своего опыта, у меня тоже очень большой опыт именно камерного музыцирования. Это же все-таки беседы между участниками ансамбля. И в этом случае это просто чудеснейшая атмосфера, высший профессиональный уровень отношения к коллегам. И вот мы встречались даже 32 градуса жары не мешают, да, пот, который течет просто со всех мест тела. И вот атмосфера, все-таки вот музыка, которую мы выбрали, тут большое спасибо Лене, она автор этой программы. Вот музыка говорит сама по себе, это вот хочется ту атмосферу, которую мы переживаем в готове этой программы, в репетициях. Нам вот очень хочется наконец-то показать слушателям, и мы обещаем большой позитив и красивую, очень вдохновляющую музыку. Так что приходите, мы с радостью поделимся этим моментом с вами. Самое время тогда пробежаться по программе. Да. Да, потому что мы упомянули несколько произведений. Даже 11 времен года. Да, как продолжение, запах лета, тогда у нас Клод Дебюсси, шесть античных эпиграфов. Там очень живописные названия частей, шесть частей. Ну, я так, может быть, слегка… Не рассказывай все секреты. Да, слегка упомянув, там есть такие части, как «Призывая пана», «Бога летнего ветра», тогда «Благодаря утреннего дождя», тогда там есть «Велтеюмс», «Посвящение танцору» или «Посвящение египтянке». Там такие очень живописные эти названия, и музыка, конечно… Дохновляет фантазировать. Да, и, да, в общем, Клод Дебюсси – это импрессионизм. Следующее, как бы, продолжение импрессионизма, уже попозже немножко, это Жак Кастереда и его произведения «Цвета и тени». Там тоже такая игра красок, очень интересные фактуры, флейта очень виртуозная, но струнный ансамбль там очень сочный, очень играющий, там все время происходят разговоры между инструментами, там очень тоже забавные игры с ритмом, там такие интересные, что это как бы очень приятно слушать, все время такое свежее ощущение, как будто бы вот такой приятный ветер летний, опять-таки. И продолжая о программе, у нас тоже есть нота юмора, вот начали с анекдота, и я хочу попродолжить, у нас тоже включена в программе квартет, написанная Джоакину Рассини, и он написал этот квартет, струнный квартет, когда ему было всего 12 лет, но чтобы это как бы не отталкивало слушателей, что, ну, это такое какое-то детское произведение. Нет-нет-нет, это не совсем так. Я хочу немножко рассказать о Рассини, если у нас есть время. То он родился в музыкальной семье, его мама была певицей. Как мы знаем, итальянская культура очень имеет большую роль в оперной культуре, и мама как раз вот работала в оперном театре. Она сначала была вторая Донна, и со временем она уже поднялась по ступеньке карьеры и стала Примадонной. Но что это требует? Это уже в те времена, в эпоху классики, уже требовала гастроли, очень много контактов, очень много тоже упражнений. И, в общем, мама стала Примадонной. Но это, конечно, все происходило вдоль детства Джоакина, и когда он был совсем маленький, его всегда брали с собой на репетиции. И в то время, когда ему было 8 лет, происходила большая французская революция. И как раз в то время итальянцы особенно защищали свою национальность, свою культуру. И тогда тоже семья Рассини, они как-то встали против Наполеона, и в связи с тем, что они участвовали в какой-то демонстрации, они на сутки попали в тюрьму. Ну, оказывается, Рассини был в тюрьме, когда ему было всего 8. Ну, они вскоре уже были освобождены, ну и папа, в свою очередь, он был духовиком, он играл на волторне и на трубе, и он обучил не то что сына играть на волторне, но на алте. Это еще смешнее, да? Значит, его первый инструмент Рассини был альт. И в возрасте 9 лет он уже играл в симфоническом оркестре, и на сцене пела мама, уже при Мадонной. Да, и когда ему было 10 лет, он начал учиться композицию у своего учителя Джузеппе Милерби. И учитель очень скоро понял, с кем он имеет дело. И тогда, когда Рассини уже писал музыку в 10 лет, уже сам будучи опытным музыкантом, учитель, он просто-таки зачеркнул имя Рассини, написал свое, продавал как свое. Совершенно спокойно. Ну и прошло 2 года, и папа Рассини, он стал уже таким очень серьезным импресарием Рассини, и он этим занимался, ну, продуцированием своего сына, своей семьи. И тогда, конечно, уже до 12 лет, когда Рассини исполнилась его позиция в профессиональной музыке, уже была стабильная, можно так сказать, он уже был профессиональным музыкантом, композитором. И когда он написал конкретно эту композицию, квартет, соль-мажор, тогда мы точно знаем, что это написал Джоакино Рассини, не его учитель. И тогда тут уже, конечно, мы видим уже очень понятные очерки, почерк Рассини, там уже этот оперный стил, его юмор, это все игристость, да, там это все можно прослушать в этой композиции. И еще у нас интрига нашей программы, это у нас будет премьера композиции, которая написана Маритой Домбровской, я ее пригласила написать именно нам, посвященную музыку. И это произведение трех частей без названий, поэтому Маритой Домбровской предлагает каждому слушателю дать этой музыке свои названия и прослушать, и прочувствовать музыку каждому через себя. А не будет так, что можно эти предложения слушать или, например, они могут где-то записать, а потом Маритой Домбровской могла бы выбрать наиболее понравившиеся, это было бы... Это очень хорошая идея. Очень хорошая идея, я думаю, она будет в восторге, да, мы ей скажем. То есть вот можно будет принять участие в таком вот процессе названия произведения. А когда будут концерты и как попасть? Ну, сразу, конечно, вопрос, а сейчас могут только вакцинированные приходить, или как это будет решен вопрос тоже? Да, ну, в Лейпайском концерте у нас только вакцинированные, у нас так называемые зеленые модели, модели, зеленые модели публики, но учитывая все-таки ситуацию, и что мы слышали очень много отзывов, что очень много людей хотят прийти на концерты, но все-таки, ну, по-разному, я мы слоем обстоятельства, да, они все-таки не могут принять вакцину, тогда у нас концерты в Добыло и в Риге у нас тоже предлагают возможность приходить с негативными тестами. И очень важная информация, что если человек записывается заранее на антигенный, это быстрый тест, который имеет срок годности 6 часов, он суеверенно записывается в центральную лабораторию, тогда ему не надо ни направление врача, ни, также не надо платить за это, потому что это уже оплачивает Латвия. Ага, тоже такое, да, удобное. Еще у меня просто был такой, может быть, чуть-чуть в сторону вопрос, а чем отличается вот камерный оркестр от симфонического оркестра, то есть вот какие возможности, различия, когда 4 человека и огромный оркестр? Ну, вы имеете в виду камерный ансамбль? Да, ансамбль, да. Ну, конечно, это абсолютно разный репертуар, да, симфоническая музыка, это все-таки немножко другой масштаб, это все-таки тот же самый ансамбль, который состоит из 90 человек. И, конечно же, 90 людям, музыкантам одновременно, для этого нужен дирижер, это обычно, да, человек, который складывает какую-то вот форму, да, по которой оркестр потом исполняет музыку. А вам не нужен дирижер? А у нас, получается, что... Достаточно сказать. Да, у нас 4 дирижера. Да, получается, мы 4 музыката, мы 4 солиста. Вот так же, как мы вот сейчас общаемся, вопрос, ответ, да, пополнение, вот так же это происходит в ансамбле, это... Камерный ансамбль, радио «Болтком». Так мы будем называться. Звучит очень красиво. Да, и вот я уже в предыдущем вопросе уже говорила, что нам очень повезло вот именно в этом составе мы встретились. Это, кстати, очень нечасто бывает, когда встречаются 4 человека, и абсолютно со всем согласны, да, всё прекрасно, у нас нет никаких конфликтов по поводу вот стилистики, да, мы все как-то абсолютно одинаково чувствуем эту музыку, и поэтому этот процесс идёт очень легко, с радостью и с юмором, да, с лёгкостью, чудесное время, да, и, ну, да. Как же репетиции проходили, если Санта, вы говорите, в Амстердаме находитесь? Ну, это всё благодаря Лене. Она очень гибко всё организует, и у Санты здесь родители, и она с удовольствием приезжает, как у неё только есть возможность быть дома, при том, только что она участвовала в фестивале Ринга Юрмала. Да, поэтому нам повезло. В этой программе все звёзды... Ну что, 26 июля в Добелы в концертном зале Зинта, 27 июля в Риге в Малой Гильдии, и третий концерт будет 28 июля в Лепае, начало всех концертов 18.00. Спасибо большое! Спасибо вам! До новых встреч!